Одежда, обувь, посуда, бытовая техника. В подвале Потанинского общежития на улице Театральной с начала года работает чудо-точка – место притяжения неравнодушных людей. Её создатель Александр Поблагоев организовал в посёлке так называемый волонтёрский центр, где можно получить помощь в самых разных ситуациях. Так в конце февраля поддержка понадобилась местной жительнице. В нескольких домах, вот это была непогода, морозы, в нескольких домах перемёрзло и отопление, и котлы отопления. В частности, в одной многодетной семье там трое детей, и мать-одиночка пришла за помощью. Ну и как-то получилось, что неравнодушные люди, ну просто клич прошёл, давайте чем-то поможем. Где-то на машине сами ездил, как снабженецы покупал, и всё, кто-то советы давал. То есть вот это яркий пример такой был, что люди откликнулись. Поддержку от «Чудо-точки» в начале апреля получили и прихожане храма села Миасково. Им передали скворечники и одежду. Сейчас центр притяжения не просто работает, а активно развивается. Открываются новые направления деятельности и становится всё больше единомышленников. К их числу относится Анна Ганус. Мы с ней посидели, поговорили. Экология есть экология. Раз мы за это боремся, вот она предложила, почему бы не попробовать на посёлке разделяйку сделать. Надо потихоньку. Ладно, вот 5-6 лет батарейки и крышечки всё прижились, нужно делать, ну и попробовать людей. Опять же, активные люди придут. Но опять же, к экологии, потому что мусора много, нереально много. Анна Ганус переехала в Потанино недавно. У неё уже есть большой опыт волонтёрской деятельности. Женщина помогала бездомным животным, а теперь заинтересовалась экологическим направлением. Весь мусор, который мы выбрасываем просто в наши мусорные баки, он хранится на полигонах. То есть, только 7% мусора идёт на переработку. И тут уже наша должна быть инициатива. И ответственность за то, чтобы как можно больше мусора шло на переработку. И тем самым мы как можно меньше мусора на полигоны отправляли. Втор сырьё будут разделять на фракции. Приглашаю всех жителей 25 апреля с 11 часов на площадь Дома культуры Ильича нашего. Здесь будет проходить впервые в нашем посёлке. Вы знаете, есть разделяйка. Акция по разделению вторсырья продлится полтора часа. Организаторы будут рады видеть всех желающих. Продолжение следует... Продолжение следует...